Ты пытаешься вспомнить прежние дни, когда ты еще не был безжизнен и недвижим, но все, что видят твои глаза, — это черную как смоль тьму внутренностей твоего собственного черепа. Столько некогда важных, но теперь потерявших смысл событий проносятся мимо тебя, звуки и слова снаружи сливаются в бессмысленную какафонию. Сквозь сковавшие тебя оцепенения прикосновения людей ощущаются по-настоящему невероятно. Ты пытаешься вести счет дней, но с каждой попыткой счета время просыпается сквозь твои пальцы подобно песчинкам. Каждый отдельный момент сливается в один бесконечный цикл тихих страданий. Твое тело сдается и все его функции в одно мгновение останавливаются. Постепенно, все это уходит и ты просыпаешься, чувствуя прикосновение травы на твоей коже. Все это закончилось. Теперь ты сладко спишь. Ты обнаруживаешь себя в смутно знакомом месте. Оно невероятно сильно напоминает тебе дом, хотя здесь ничего не может быть по-настоящему правильным. Запоминать детали сложно, но вещи кажутся практически такими, какими они и должны быть. Неважно, как сильно ты стараешься вспомнить, некоторые детали так и остаются нечеткими после пробуждения. Твой дом стоит почти на том же самом месте. Имя твоей улицы практически правильное. Пространство между домами возможно на пару метров больше или меньше, чем обычно. Может земля под ногами ощущается иначе. Уверен ли ты, что помнишь цвет крыши своего собственного дома? На этот раз твои близкие не приветствуют тебя по возвращению домой. И все вокруг ощущается словно немного неуместным. Коридоры ведь никогда не были такими узкими, а вся мебель в здешних комнатах будто бы сдвинута в сторону. Ну а сколько было фотографий на стене в гостиной ты тоже все никак не можешь припомнить. Ты пытаешься позвать свою семью, но единственным ответом служат неясные шепотки и бормотания, источник которых находится где-то вне досягаемости. Неважно, как далеко вперед ты идешь, их бессвязные разговоры уходят все дальше от тебя. Их приглушенные голоса невозможно разобрать, ведь ничего из их слов не имеет хотя бы малейшего смысла. Место, что ты привык звать домом, ощущается лишь как его пустое напоминание. В твоем блаженном раю солнце никогда не заходит за горизонт. Низкий туман всегда скрывает тебя от лучей палящего солнца. Ты выходишь из дома на прогулку, но соседей, готовых радостно поприветствовать тебя, нет рядом. Их машин, внешний вид которых ты также навряд ли смог бы вспомнить, либо нет, либо же они идеально припаркованы на подъездных дорожках. И чем дальше ты идешь, тем тревожнее тебе становится. Дорога никогда не тянулась так далеко вперед. Но пока ты раздумываешь об этом, из тумана вырисовывается поворот на следующую улицу. На секунду дома за углом кажутся словно инопланетными и тем не менее, скоро их примерные детали вновь приходят тебе на ум. Тропа, по которой ты идешь, кажется тебе практически знакомой. Ты вымотан, но продолжаешь идти изнеможденным, прорываясь сквозь все нарастающую неизвестность. Путь к дому потерян, но повернуть назад, означает сдаться. Чем дальше вперед ты идешь, тем более незнакомыми кажутся дома. Они расположены наугад, существуют в странных пропорциях и имеют детали, которые тебе едва ли удается вспомнить. Градус паники возрастает до предела и вот ты уже испуганно бежишь в неизвестном направлении. Путь к дому потерян, но вскоре ты вновь чудесным образом набредаешь на него, несмотря на то, что все вокруг него кажется таким незнакомым. Когда ты входишь, тишина, ставшая привычной, вновь приветствует тебя. Ты мог бы поесть, но голода ты не чувствуешь. Вместо этого ты решаешь подняться по лестнице, пытаясь отыскать тот едва ли знакомый проход, ведущий в спальню. Может все вокруг, и выглядит правильно, но вспомнить ты ничего уже не можешь. Ты не уверен даже, у правой или левой стены всегда стояла твоя кровать. Не совсем ясно, в какой части комнаты должна располагаться гардеробная, но она там определенно есть. Осторожно приподняв покрывало, ты видишь свою кровать точно такой, какой ты ее и запомнил. Ты осторожно ложишься и укрываешься одеялом. Теперь ты сладко спишь. Ты просыпаешься в постели, но все еще ощущаешь дремот и усталость. Рядом нет никого, кто мог бы тебя побеспокоить, а твоя семья так и не появилась. Все ощущается почти идеально правильным. Не до конца ясно только то, стояла ли твоя кровать у правой или левой стены. И где располагалась гардеробная, у тебя тоже вспомнить не получается. Будильник у прикроватной тумбочки не разбудил тебя сегодня утром, пусть даже время здесь никогда и не меняется. Тем не менее будильник, кажется, раньше стоял на другом месте. Ты осторожно выходишь в коридор, где все кажется практически правильным. Медленно и осторожно ты начинаешь спускаться по лестнице. И чем дальше ты идешь, тем тревожнее тебе становится. Окружающие тебя вещи снова кажутся немного неправильными. Коридоры ведь никогда не были такими узкими. Ну а сколько было фотографий на стене в гостиной, ты тоже все никак не можешь припомнить. И вся мебель в здешних комнатах будто бы сдвинута в сторону. Кухня обставлена мебелью, но тебе сложно сказать, всегда ли она выглядела именно так. Тем не менее внутри холодильника есть вся твоя любимая еда. Все, о чем ты мог бы пожелать есть здесь. Ты протягиваешь руку и берешь ломтик хлеба из холодильника. Какими бы странными вещи вокруг не были, ты продолжаешь заниматься обычными делами. Ты используешь свой любимый джем, чтобы сделать бутерброд и ставишь тарелку на стол. Ты даже не помнишь того, как делал из хлеба тост или ложил его на тарелку, но в конце концов он все равно оказался там. Ты откусываешь кусочек, но быстро осознаешь, что не чувствуешь вкуса джема, только майонез. Возможно ты собирался сделать сэндвич и забыл об этом. Ты вновь заглядываешь в холодильник и находишь там всю свою любимую еду. Ты протягиваешь руку, чтобы взять кусочек хлеба, но останавливаешься. В какой момент ты вернул хлеб в холодильник? А когда ты успел разложить все остальные предметы на стол? Когда осознание того, что что-то точно не так приходит тебе в голову, ты складываешь все продукты обратно в холодильник. Больше ты не голоден. На пути в гостиную, окружающие предметы на долю секунды кажутся нормальными. Ты включаешь телевизор и, к счастью, попадается твой любимый канал. Наконец хоть что-то именно такое, каким и должно быть. Ты пристально смотришь на экран настолько долго, что вскоре теряешь счет времени. Вскоре тебе приходит в голову, что ты смотришь один и тот же фрагмент новостей на повторе. Твои глаза начинают в страхе бегать по комнате, когда шепотки твоей семьи вновь начинают слышаться со всех сторон. Неразборчивое бормотание вызывает у тебя сильнейший страх и тревожность, появляется желание убежать. Ты осторожно поднимаешься по лестнице и, примерно ориентируясь в слегка неправильном коридоре, заходишь в свою спальню. Возможно, она выглядит правильно, но вспомнить ты уже не можешь. Ты даже не можешь вспомнить, где располагалась твоя гардеробная. Ты не можешь вспомнить, у какой стены стояла твоя кровать левой или правой. Ты не можешь вспомнить, сколько фотографий висела у тебя на стене и кто были те люди, изображенные на них. Ты вновь забираешься под одеяло, в страхе накрываясь им и закрывая глаза. Уснуть сложно, но спустя какое-то время сон приходит. Теперь ты сладко спишь. Ты просыпаешься, но все еще чувствуешь усталость. В последнее время стало тяжело выбираться из кровати. Комната вокруг тебя ощущается почти знакомой, но ты не можешь сказать почему. Твой будильник не зазвонил в назначенное время, но, возможно, ты просто забыл его установить. Начиная медленно спускаться по лестнице, ты прорываешься сквозь все нарастающую неизвестность. Почувствовав голод, ты направляешься на кухню, но вместо этого приходишь в столовую. Ты можешь поклясться, что именно здесь всегда и была кухня, но тем не менее, ее здесь нет. Внутри холодильника есть вся твоя любимая еда. Ты берешь оттуда ломтик хлеба, не обращая внимания на тот факт, что ты не хранишь хлеб в холодильнике. Ты начинаешь делать себе тост, но чем больше ты старяешься, тем сильнее трясутся твои руки. Внезапно ты чувствуешь слабость и решаешь не намазывать на тост джем. Только ты никак не можешь вспомнить, как брал джем из холодильника. Открыв дверцу холодильника, трясущейся рукой ты ставишь банку клубничного джема на место. Смотря на этикетку ты вспоминаешь, что джем на деле был ежевичным, а не клубничным. Но и ежевичный джем ты никогда не покупал. Становится сложно вспомнить, какой джем тебе действительно нравится и какой из них ты собирался намазать на тост изначально. Мысль о том, что ты именно готовил, вылетело из головы. Но когда ты ставишь банку джема на полку, кое-что привлекает твое внимание. Ты присматриваешься и видишь фотографию внутри холодильника, не до конца понимая, как она могла там оказаться. Тебе сложно определить, кто изображен на фотографии или кто положил ее в настолько странное место. Взяв ее в обе руки, ты погружаешься в свои мысли от того, насколько все это странно. Аккуратно положив фото обратно ты закрываешь дверцу холодильника. Больше ты не голоден, но теперь тебе хочется умыться. Раковина постепенно наполняется водой и ты моешь свое лицо, которое тебе не удается узнать, после чего разворачиваешься и уходишь в гостиную. Ты включаешь телевизор и, к счастью, попадается твой любимый канал. Наконец хоть что-то именно такое, каким и должно быть. Ты пристально смотришь на экран настолько долго, что вскоре теряешь счет времени. Ты сидишь перед ним несколько долгих часов, но спустя какое-то время решаешь сделать себе обед. Кухня вся затоплена и на полу красуется огромная лужа. Ты забыл закрыть кран. Как только ты закрываешь его, постепенно начинает подступать паника. Бормотание твоих близких слышно вдалеке, но все это кажется очень подозрительным. Ты кое-как находишь входную дверь и выскакиваешь на улицу. Ты уверен, что даже несмотря на то, как тяжело запоминаются детали, что-то вокруг определенно выглядит не так. Твой дом стоит почти на том же самом месте. Имя твоей улицы практически правильное. Пространство между домами возможно на пару метров больше или меньше, чем обычно. В твоем блаженном раю солнце никогда не заходит за горизонт. Низкий туман всегда скрывает тебя от лучей палящего солнца. Все вокруг выглядит правильно, но вспомнить ты ничего уже не можешь. Ты вымотан и потому решаешь пройтись туда-сюда по пустынной улице. Спустя какое-то время ты вновь набредаешь на крыльцо своего дома, после чего заходишь внутрь. Но находясь внутри понимаешь, что коридоры ведь никогда не были такими узкими, а вся мебель в здешних комнатах будто бы сдвинута в сторону. Ну а сколько было фотографий на стене в гостиной, ты тоже все никак не можешь припомнить. Ты пытаешься позвать хоть кого-нибудь, но единственным ответом тебе служат отдаленные разговоры людей, едва ли тебе знакомых. Ты начинаешь забывать, где ты находишься. А где ты находился раньше? Как ты здесь оказался? Что сделало тебя тем, кто ты есть сейчас? Эти вопросы пролетают в твоей голове, пока ты бродишь по комнатам своего дома, которые все никак не можешь опознать. Ты еще помнишь то, что на твоей стене висят фотографии, но кто же на них изображен? Помнишь ли ты вообще, когда делал эти фото и был ли это действительно ты? Ты осторожно поднимаешься по лестнице, медленно проходя по коридору до своей спальни. У тебя больше не получается ее узнать, но это теперь не так уж и важно. Пройдя мимо гардеробной, ты впадаешь в ступор. Твоя нога упирается в кучу вещей, но ты не помнишь, чтобы когда-то доставал их оттуда. Постельное белье пахнет плесенью и потом, но слишком сонный, ты мирно ложишься на кровать. На прикроватной тумбе стоит чье-то фото, но ты все равно не можешь вспомнить того, кто на нем изображен. Постепенно, дремота охватывает тебя, твои веки тяжелеют, а руки ослабевают. Теперь ты сладко спишь. Проснись. Субтитры создавал DimaTorzok